Права и свободы человека являются высшей ценностью, так гласит Конституция Российской Федерации, принятая в декабре 1993 года. К сожалению, реалии нашей жизни таковы, что не все готовы жить по законам главного документа страны, а значит есть и те, чьи права нарушаются. Кто может помочь человеку, оказавшимся в сложной ситуации, если он сам не имеет возможности решить свою проблему? На помощь приходят уполномоченные по правам человека. Кто эти люди и в чем заключается их работа, вы узнаете от нашего корреспондента Екатерины Чернышовой. 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация прав человека. Она состоит из 30 статей и является частью Международного биля по правам человека. С января 2006 года в Московской области уполномоченным по правам человека назначен Александр Жаров, а в каждом муниципальном образовании ведут прием представителя уполномоченного. Школьная 17. Именно сюда вы можете обратиться, если ваши права были ущемлены. Два раза в неделю Олег Мурашов ведет прием граждан. Вопросы, с которыми люди обращаются к нему, касаются практически всех сфер нашей жизни. От помощи с лекарственными препаратами до решения земельных вопросов. Задача омбудсмена — помочь каждому обратившемуся. Когда чиновники, бывают такие ситуации, не хотят выполнять какие-то свои обязательства, которые они должны выполнять по нашему российскому законодательству, тогда как раз наш институт полномоченного может в этом помочь. По словам Олега Мурашова, так называемые народные защитники необходимы людям из-за общей низкой правовой грамотности. В таких случаях он помогает организовать бесплатную юридическую помощь. Это, я думаю, очень важно. Если люди будут знать свои права, значит, им будет легче их отстаивать. В Ленинском районе ведет свою работу общественная палата. Куда вы можете обратиться со своими вопросами? Олег Мурашов также является ее членом. Так как у меня, в принципе, помощников нет, я занимаюсь этой работой самостоятельно, один, являясь членом общественной палаты, я могу по коллективному какому-то обращению попросить помощи у своих коллег, у комиссии общественной палаты, которые также могут выехать и поучаствовать в изучении какой-то проблемы. Представители уполномоченного по правам человека в нашем районе есть в каждом поселении. Граждане обращаются к ним как к последней инстанции, пройдя все кабинеты, или только в начале пути для того, чтобы понять, как действовать в той или иной ситуации. Ведь грамотная помощь уполномоченного в нужный момент может быстро решить возникшую проблему или, наконец, поставить точку в нескончаемом круговороте инстанции кабинетов судов и бюрократической волоките. Мы стараемся людям, которые обращаются, помочь по максимуму. То есть есть какая-то возможность проконсультировать, куда-то обратиться, написать запросы. Все это делается. Даже если сразу понятно, что не получится решить проблему, хотя бы как-то человек поговорить с ним, проконсультировать. Это в каком-то, может, в каком-то роде мы являемся психологами. Представители уполномоченного по правам человека в Ленинском районе регулярно ведут прием граждан. Если вы считаете, что ваши права были нарушены, то именно к ним вам необходимо обращаться. Екатерина Чернышова и я, Даня Елена Кошелева, Видное ТВ.